Полезно вспомнить, это такая комичная история, что Фургал два года назад, он очень не хотел избираться. И, к сожалению, для него попал во второй тур. Кремль должен сделать теперь какой-то невероятный ход, он должен найти какого-то неожиданного губернатора. Я бы сказал, что это должен был быть Стивен Сигал. Такова жизнь вообще, да, ну, мужчины же не могут себя контролировать. Для многих людей, которые делают медиа в России, это омерзительно. Я к тому, что жизнь интересна, да, если коротко. Вы слушаете подкаст «Мы делаем новости» проекта Растрига. Меня зовут Анна Титова, и сегодня у нас в гостях редактор отдела политики «Новой газеты», политолог, философ Кирилл Мартынов. Кирилл, привет. Здравствуйте. Кирилл, как жизнь после обнуления вам? Ну, очень насыщенная. Мы фиксируем, вот, например, сейчас, если говорить про новую газету, про моих коллег, мы фиксируем, что у людей опять, ну, условно говоря, в марте людей интересовал только коронавирус. В апреле и в мае людей интересовали только экономические последствия коронавируса. Сейчас очень широкий разброс читательских интересов, и, то есть, у меня есть цифры, которые подтверждают, как бы, да, что жизнь после обнуления ужасная, интересная и разнообразная. Люди читают про протесты, люди читают про экологию, люди читают про, вообще, про наше будущее, как страны, вот, и люди читают, кстати, про гендерные, все вот эти трагедии. Это мы все еще обсудим сегодня. Да, я к тому, что жизнь интересна, да, если коротко. Ну, мне кажется, что она еще очень активно закипела в плане уголовных дел и преследований, и вот, конечно, с чего хотелось бы начать, это с самой такой резонансной ситуацией на данный момент в Хабаровске, где арестован по обвинениям в убийствах губернатор Сергей Фургал. И дела, заведенные на губернаторов, вообще, в последние где-то 4-5 лет, не редкость для России, надо сказать, да, и таких было случаев немало. Единственная разница – это статья. Обычно это мошенничество или коррупция, а здесь убийство, да, обвинение в убийстве. Но интересно, как, почему такая поддержка, я сначала задам несколько общих вопросов, да, потом уже конкретно к Фургалу перейдем. Почему такая поддержка от жителей региона, Кирилл? Я разговаривал с жителями региона, да они сами, в принципе, достаточно активно об этом и на своих плакатах пишут, и в социальных сетях. Идея заключается в том, что и их достало, они любят это слово, употреблять, что за них кто-то принимает решение. Мне кажется, что это сугубо политическая проблема. Жители крупного и очень удаленного от центральной части страны региона унижает во всех смыслах слова ситуация, когда кто-то, какие-то люди, с которыми они не знакомы и с которыми они никогда не встречались, принимают решение, кто ими должен управлять, как распоряжаться ресурсами, которые в Хабаровском крае есть, куда вкладывать деньги, куда эти деньги изымать и так далее. И так получилось, что вот это общее раздражение, недовольство московской политикой совпало с конкретным каким-то очень понятным лозунгом «верните нам нашего губернатора». Это мы его выбрали, если его и надо за что-то судить, мы сами будем здесь на месте разбираться без московского начальства. Ну тут вопрос еще в чем. Фургал – это как бы жертва уже протестных настроений в регионе. То есть, когда он выходил на губернаторский пост, это был такой достаточно неяркий политик. Было просто противопоставление уже действующему губернатору от «Единой России». И протестные настроения уже присутствовали в регионе и без Фургала. То есть, это был бы другой человек, может быть, был бы другой человек. А сейчас то, что происходит, как бы это ошибка Кремля или в регионе уже такие настроения, что неважно, что бы тут делалось? Ну, я думаю, что это огромная ошибка Кремля. Это не ошибка какая-то локальная, это не конкретно про эту историю. В Кремле люди считают, что мы живем в такой стране, где гражданам в целом не нужны политические права, у них нет никаких политических интересов, и они будут вечно терпеть то отношение, которое из Кремля в отношении них, в отношении нас формулируется. И если еще каким-то условным московским протестующим время от времени дают какие-то подачки в виде благоустройства, лавочек и чего-то такого, комфортной среды так называемой, где московская комфортная среда, где особенно гармонично смотрятся полицейские заборы, которые постоянно используются для ограждения массовых мероприятий, то в Хабаровске людям ничего не дают. То есть я и про московские радости жизни-то иронизирую, а в регионах люди живут, нам всем понятно, гораздо беднее и хуже, и гораздо в более неприятных условиях, и у них нет никакого выбора, они ни на что не могут повлиять. И вот Кремль, как мне представляется, стратегически ошибается, как раз обнуление это был такой символ скорее этой ошибки, что люди всем довольны, люди поддерживают по-прежнему политику президента, и люди готовы еще годы и десятилетия прожить в той стране, которую для нас построил Владимир Путин и те люди, которые его поддерживают. Мне кажется, что Хабаровская история, в первую очередь, это история о том, что это не так. А вот если брать конкретно с Фургалом историю, ошибка Кремля была на какой ступень? Когда его допустили к выборам? Или что позволили вообще в этом всем победить, участвовать? Или сейчас, когда его арестовали? Я боюсь, что, ну, во-первых, полезно вспомнить, это такая комичная история, что Фургал два года назад, он очень не хотел избираться. Он вообще сделал все, чтобы его не избрали. Он не вел компанию, он уехал из города во время, когда он должен был вести агитацию. Он вел себя очень тихо, очень спокойно, и, к сожалению, для него попал во второй тур. Вот, да, то есть, ну вот просто люди проголосовали за кого-нибудь еще. Ну, то есть, он все-таки заложник этой ситуации, да? Ну, изначально он был, конечно, заложником. Люди проголосовали просто за кого-нибудь еще, ну, потому что, знаете, ну, невозможно все время одну и ту же физиономию из телевизора видеть и слушать о том, что все хорошо. Ну, хочется чего-то другого попробовать. Вот, люди просто проголосовали за кого-то еще буквально, и там была очень даже комичная история, мы сейчас ее хорошо вспомнили, описали, про то, как федеральные СМИ, не только федеральные, но и местные гос-СМИ, они начали уже рассказывать, что фургал снялся в пользу единоросса, ну, чтобы, знаете, стабильность обеспечить и так далее. И штука в том заключалась, что фургал к этому моменту не принял этого решения, если он что-то невнятное сказал, там, я подумаю, не снятся ли мне. И это разлетелось мгновенно, все, хабаровские выборы состоялись, единоросс победил, стабильность, порядок, фургал снялся с выборов. И здесь вот, видимо, у этого человека его как-то немножко переклинило, так бывает, да, вот, когда чисто человеческий фактор вторгается в какие-то политические процессы. И фургал сказал, я никуда не снимался, вот видите, у меня документ есть, я действующий кандидат. Как говорил Янукович в другом контексте, я легитимный президент. А то есть получается, что он как бы здесь почувствовал, что он может выиграть, и поэтому он решил? Нет, его обидели. Вот мне кажется, что фургал, вот здесь есть какой-то, я не думаю, что он какой-то очень хороший человек, я думаю, что вполне вероятно, что обвинения против него справедливые, но надо разбираться в этом, как и во всех наших остальных обвинениях, которые мы слышим. Но штука в том, что фургала во время этих выборов так же хамски обидели, как центральная власть обижает жителей Хабаровского края. То есть они решили за него. Он еще сомневался, он готов был к предложениям и к торгу, а ему сказали, да вот парень, он же снялся, он уже все решил, а он не решил. И он пошел просто, ну вот как-то закусил эту ситуацию, да, и пошел, значит, вабанг. И когда он туда шел, он, разумеется, прекрасно знал, что в ФСБ есть на него материалы, которые будут позволять им играть в ту игру, в которую они сейчас против него играют. И они ждали ровно до обнуления, то есть до того момента, когда должна начаться следующая кампания, на самом деле, ну, через год она там начнется в крае, вот для того, чтобы подготовить туда опять своего ставленника. И хабаровчане, в чем их глубинное единство со своим губернатором? Многие его, кстати, не особенно там любят, конечно, и сомневаются во всем происходящем с точки зрения уголовного кодекса. Хабаровчане также обиделись на то, что за них решили, да, как вот Фургал тогда обиделся два года назад. Вот, и никто этого не ждал, никто не ждал, что Фургал абсолютно технический, слабый проходной кандидат, абсолютно подотчетный, там, ЛДПР, карманной партии, что он вдруг, у него возникнет какая-то политическая субъектность, простите за пафос, и никто не ждал сейчас, что жители Хабаровского края, оказывается, тоже умеют разговаривать, тоже умеют требовать какие-то политические, выдвигать политические требования. А как это не ждали, если, ну, уже когда были губернаторские выборы, понятно, что регион уже действует, жители действуют несколько иначе? Я спрашивал, ну, тогда это, понимаете, такое совпадение было, никто же не ждал такого, вот Фургал как-то с ним не договорились. То есть просто опять не поверили в то, что ситуация может... Ну, конечно, в народ не поверили, да. Я, кстати, спрашивал у Хабаровчана, я говорю, ребята, а вы когда-нибудь вообще участвовали в каких-нибудь протестах в вашей жизни, вообще в вашем городе были какие-нибудь протесты? И журналист, который там работает всю жизнь, он говорит, ничего такого не было. То есть, может быть, в начале 90-х, во время перестройки были какие-то митинги, и после этого, представьте себе, 30 лет политической тишины. Просто все-все ходят, полиция на улицах, ни одного там демонстранта, ну, может быть, какие-то были там одиночные пики, никаких массовых политических акций в Хабаровске не было за всю новейшую историю. Да, и, конечно, ну, как такое можно предсказать? Ну, соответственно, вот буквально получается, что на пустом месте люди возмутились. Еще один молодой хабаровчанин сказал, я тоже у него спросил, он инженер по образованию, я спросил, у него было ли что-то такое. Он сказал, ну, я раньше видел один митинг, я в Петербурге в командировке был, вот там что-то такое происходило. Вот, и это для Кремля это проблема, то есть они неправильно оценивают ситуацию, они не предсказывают события, и они, наверное, мне кажется, не заметили, что вот этим голосованием по обнулению они создали очень мощного кандидата нет. Потому что, когда ты знаешь, что больше 30% в Хабаровском крае проголосовало против поправок в Конституцию, 62 с чем-то за, ты знаешь, что все эти люди, они недовольны тем, что происходит. У них есть, они знают, что они существуют. И с этим знанием уже, в общем, можно действительно чего-то требовать. Вопрос, который очень у многих возникает, почему полиция в Хабаровске действует не так, как, например, в Москве или Петербурге? Есть две, ну, есть, наверное, два или три объяснения, получается. Первое объяснение, что нет приказа, я думаю, что это справедливое, и, может быть, приказ в ближайшее время появится. Я поясню нашим слушателям, что за все дни, когда идут массовые несанкционированные мероприятия, акции протеста против задержания и ареста фургала, полиция не задерживает. Да, там задержали, кажется, одного пьяного. Ну, понятно, что это абсолютно полное... Более того, выдают маски, полиция раздают. Да, лояльность, полиция, вот классический такой советский слоган, полиция, была милиция, да теперь полиция с народом в Хабаровском крае. Вот бы нам тоже так пожить, да. Значит, вот, ну что, мирный-мирный митинг, он, в общем, Конституции, это даже нынешняя версия все равно не запрещен, поэтому, что ж там разгонять-то так, если по совести говорить. Вот, значит, первая версия, что нет приказа, вторая версия, что не могут договориться, как начать действовать, ну, то есть это, поскольку все удивились, что такое вообще возможно, да, то Хабаровская полиция не готова. Вот представьте себе, у вас нет, у нас вот есть в Москве второй оперполк, они там тренируются, у них там, не знаю... А в Москве хороший опыт. Да, в Москве просто люди, как бы, у них профессия такая, да, а в Хабаровской полиции она вот никогда вообще хабаровчан с политическими лозунгами и с какими-то другими лозунгами на улицах своего родного города не видела. Люди удивились, теперь пытаются понять, что делать дальше. Вот неделю уже думают, вроде все и так хорошо, никто, ну, ничего не случилось. Ну, кстати, хороший пример того, что, да, что когда ты не разгоняешь мирный митинг, то он проходит мирно, собственно, тут... Этот вопрос тоже всегда возникает на протестных акциях в Москве и Петербурге. Почему нельзя дать людям пройти, и, в общем, он закончится, это мероприятие закончится, и все. Да, да, но тут важно, что в Хабаровске действительно все не заканчивается, и вот как раз к выходным там начинается сейчас вторая волна, и что дальше, будет вопрос открытый. Я думаю, еще есть такая причина, почему силовики вместе с народом, потому что... Ну, вот помните протесты в Армении? Там в чем история? Что в Армении это маленькая страна, компактная, и когда жители Еревана протестуют, то полицейские, которые стоят напротив них в оцеплении, это их родственники. Родственники, конечно, они не могут пойти там. Да, и в Хабаровске, мне кажется, такая же ситуация, Хабаровск, конечно, совсем не Армения, но это все-таки место, где люди живут достаточно долго, где в городе, в общем-то, все друг друга знают, хотя там 600 тысяч, по-моему, населения, да, вот. И это ситуация, когда полицейское оцепление, выходя на митинг, к ним говорят там, типа... Вася, ты чего? Да, Вася, Вася, ну, иди покури, как бы, да. И пока ты не можешь в Хабаровск прислать полицию какие-то спецструктуры из других регионов, да, то, в общем, это ситуация такого, скорее, единства. Просто в силу того, что это местные. Это местные против местных. Вот. И проблема в том, что прислать кого-то в Хабаровск, это долго, дорого, и хабаровские силовики будут от этой истории не в восторге. Они, я уверен, они считают, что они все контролируют, все проходит мирно, никаких эксцессов нету, ну, погуляют, разойдутся. Я думаю, что вокруг этого сейчас растет еще параллельно второй конфликт, да, по поводу того, как, насколько силовики отчитываются перед центром, и насколько они обязаны быть нормальными людьми перед своими земляками. Вот. Это такая тоже тяжелая история. Отсюда все вот эти конспирологические версии про чеченский ОМОН, которые вылетают в Хабаровск и так далее. Ну, а каким образом Кремль будет решать? Есть какой-то прогноз внутренний у нас? Я тут внезапно симпровизировал, в ироническом, конечно, ключе, что Кремль должен сделать теперь какой-то невероятный ход, а он должен найти какого-то неожиданного губернатора. Я вот думал, повторю, я несерьезно эту аналитику предоставляю, но просто чтобы подчеркнуть абсурдность происходящего, я бы сказал, что это должен будет быть Стивен Сигал, например. Он должен будет приехать в Хабаровск, найти там у себя дальневосточные корни, совершить какой-нибудь ритуал признания его дальневосточником, показать всем фильм, ужасный фильм с своим участием, раздать, не знаю, всем миллион долларов, кто против. Выучить несколько русских слов. Да, и так далее. Это немножко похоже на то, как господин Кожемяков в Владивосток въезжал после очень странных выборов в Приморье последних. Вот, ну вот тогда нашли этого такого сахалинского супермена, господина Кожемяка, да, а значит, а здесь вот нужно найти какого-то нового супермена, где искать, непонятно. Я так понимаю, что идут сейчас переговоры о том, есть ли какая-то фигура, которая может понравиться всем и местному начальству, по крайней мере, части его, и людям, которые в Хабаровске живут. Вот Кремль сейчас ищет человека. Ну, посмотрим, в ближайшее время все равно какие-то шаги будут предприняты. Еще одно громкое дело, дело Ивана Сафронова, советника гендиректора Роскосмоса, бывшего журналиста ведомости и коммерсанта. До этого он, как репортер, работал с Минобороны, входил в кремлевский пул, и вот его обвиняют сейчас в госизмене. И как-то тоже это произошло сразу после обнуления, после принятия поправок в Конституцию. И не знаю, есть ли связь, но мне кажется, что все эти уголовные дела как раз вот посыпались сразу после того, как все принято было. И тут вообще, в отличие от Фургала, все чуть менее прозрачно для обывателей, да. Может быть, вы, Кирилл, проясните ситуацию, что это? Это какая-то борьба кланов или вообще что это за дело? Как вы себе это представляете? Почему оно вообще возникло? Ну, я думаю, что Сафронов работал в той сфере, где, в принципе, работать опасно. То есть, когда ты стараешься разобраться, как устроена российская ВПК, кто на нем зарабатывает, куда идут поставки, да, какие контракты заключаются, какие, наоборот, не заключаются. Это, в принципе, опасная тема. То есть, давайте, ну вот, знаете, бывают журналисты, которые работают в горячих точках и никого не удивляют, что они находятся в зоне риска, это очевидно. Сафронов работал в зоне такого отраслевого риска. И я бы все-таки связывал происходящее вокруг него с тем, что он один или несколько раз кому-то перешел дорогу. Дал какую-то ненужную информацию про какой-то ненужный контракт, чего-то каких-то уважаемых людей задел и так далее. Потому что все-таки история о том, что он там случайная жертва какой-то новой кампании против журналистов, мне кажется, достаточно странной. Потому что, ну, то есть, ну, слишком хорошая случайность, слишком редко бывающая случайность, что человек, работающий с такими темами, вдруг садится, оказывается арестован за госизмену, закрытый процесс, что происходит, никто не понимает. И при этом мы говорим, ну, знаете, это просто там случайная история. То есть, в принципе, ну, я бы так сформулировал... Ну, все-таки это чьи-то разборки, да? Ну, я не уверен, что тут есть какая-то вторая сторона, кроме самого Сафронова, на кого наезжает какой-то враждебный клан. Например, я бы это так интерпретировал, что нам всем говорят, не надо писать про темы, которые вас, журналистская сволочь, не касается. Вот, да, вот и пишите там, я не знаю, про что можно писать. Ну, я даже не знаю уже про что. Про экологию, но не везде. Нет, про экологию тоже опасно. Да, там вообще большие проблемы с экологией. Я даже не знаю, про что можно писать сейчас с журналистом, какие тексты еще могут выходить. Стили мода. Ну, да, стили мода, урожай, вот какие-то такие вещи. Ну, в принципе, как в Белоруссии, например, это происходит, да, где там вся официальная журналистика, она зачищена. Ну, там есть какие-то пол-полнезависимые еще проекты, но тем не менее. Вот, и я думаю, что да, это вот такая история о том, что просто убрать плохого парня, который кому-то мешал, и остальных напугать. Ну, просто его многократно проверяли до этого, и сейчас журналисты тоже раскапывают всю эту информацию, и, опять же, непрозрачность всего происходящего. Какой может быть исход? Это возможен вариант того, что это закончится вот при такой поддержке, да, журналистского сообщества? Поддержка есть проблема, потому что уже понятно, что не удалось сделать второго дела Голунова, к сожалению, потому что, ну, вот той экспонент поддержки, которая была у Голунова, ее сейчас не получилось. Ключевой фактор, конечно, здесь это закрытое дело, и, честно сказать, совсем непонятно, что с этим делать. Это просто означает, что, ну, условно говоря, любого человека там на улице или в профессии, что ближе к нам, можно схватить, сказать, ты госизменник, какие у нас доказательства, мы никому не расскажем, суд будет полностью закрытым, все дадут подписку о неразглашении, и ты сядешь на 20 лет. Это действительно, действительно впечатляющий такой опыт, что, в принципе, сейчас так можно делать с публичной фигурой, у которого есть поддержка, у которого хорошая репутация и так далее. Это очень пугающий знак, это означает, ну, понятно, что это можно масштабировать. Ну, кстати, про способы. Вот я хотела поговорить с вами на фоне того, что происходит сейчас в Твиттере, да, массовые сообщения о домогательствах, харассменте со стороны мужчин, и в основном это касается части журналистов либерального толка. Может ли, дошли ли мы, наше общество, до того, чтобы не подброс наркотиков, да, не обвинение в коррупции, о госизмене, а вот такие репутационные на основе этических моментов обвинения становились инструментом для борьбы с неугодными людьми? Я не думаю, что это все-таки, ну, то есть понятно, что такие методы могут в теории использоваться для борьбы с неугодными, но я не думаю, что они используют сейчас или что это главный смысл происходящего. Конечно, когда условная Леся Рябцева говорит, что с ней там тоже кто-то плохо поступил из оппозиционеров, но это выглядит просто... Но на нее даже не прореагировали, на самом деле. Да, совершенно верно. Вот заметьте, да, если бы это был такой эффективный способ, да, то мы бы сейчас все до бесконечности обсуждали бы Лесю Рябцеву, перестали бы общаться, опять же, очень условно с Ильей Яшиным, вот, но ничего подобного не происходит, потому что всем понятно, что это какой-то фейк ради хайпа. Да, когда девушка, с которой действительно общалась с представителями условной либеральной журналистской тусовки, говорит о том, что ее изнасиловали в какой-то момент времени, да, ну, то есть вот какая-то группа знакомых, вечеринка, все выпили, произошел секс без согласия, и об этом, в общем, понятно, больно и неприятно говорить, и она об этом через несколько лет рассказывает, то здесь совсем другой контекст, это не история... Ну, то есть я не представляю себе какой-то, например, какой-то спецслужбы, тем более нашей российской спецслужбы, которая могла бы вот это создать, внедрить, там, пять лет назад в группу либеральных журналистов девушку, которые будут напиваться с ними на вечеринках и ждать, когда что-то такое случится. Тем более, что в этом случае те люди, которые в этом участвовали, они признали свою вину, они могут спорить о границах этой вины, но они говорят, что да, что мы плохо поступили, да, мы друг друга не поняли, да, там, например, уголовного кодекса мы не нарушали, но нам жаль, что так вышло. Да, то есть это означает, что это не такие вещи, когда они действительно людей провоцируют на какие-то выводы и на какую-то общественную дискуссию, они часто являются, ну, де-факто подлинными. То есть они подлинны просто в силу обилия деталей, которые здесь возникают со всех сторон. И я думаю, что, отвечая на ваш вопрос, насколько наше общество там дозрело к тому, что такие вещи становятся для общества проблемой, здесь, смотрите, здесь важная вещь. Дело в том, что общество, конечно, не дозрело. Та дискуссия, которая вокруг этого ведется, она показывает, что огромное количество людей, в основном представители старших поколений, но не только, некоторые представители старших поколений, они считают, что ничего такого нет, они считают, что если ты, там, не знаю, если ты девушкой пьешь с знакомыми мужчинами, то как бы рассчитывай на то, что секс точно будет. Вот такая, в смысле, это такова жизнь вообще, да, ну, мужчины же не могут себя контролировать. Вот, но штука в том, что есть как раз условная либеральная журналистика, почему это в нашей среде независимая журналистика, как ее лучше назвать, почему это в нашей среде приобретает такое значение, потому что мы с вами, надеюсь, нашими слушателями, дозрели до того, что это проблема. Мы понимаем, что это проблема, для нас это проблема, для относительно узкой пока части российского общества, потому что мы более вестернизированы, потому что мы больше об этом, наверное, думали, о том, какие формы отношений приемлемы, что такое согласие и почему насилие, это плохо. И совершенно не случайно, то есть вот конспирологи видят историю о том, что девушки пишут про либеральных журналистов, они видят в этом там заказ ФСБ. Мне кажется, что девушки пишут про либеральных журналистов просто потому, что это для нашего сообщества болезненная, сенситивная тема. Мы не хотим, чтобы так происходило вкратце. То есть мы не будем, не знаю, как Леонида Слуцкого, отправлять такого человека на повышение, аплодировать ему и говорить, продолжай, как бы давай помоложе там и как бы покрасивее, значит, подбирай себе корреспондента к стажерам с более круглыми коленками. Для многих людей, которые делают медиа в России, делают это честно, это омерзительно. Такая ситуация неприемлема. Мы не хотим, чтобы так было. Если так было недавно, это означает, что мы не хотим, чтобы так было теперь. И с этой повесткой мы выходим, и мне кажется, что это все-таки история не субкультурная, это история о том, что общество меняется, просто оно меняется медленно и неравномерно. Какие-то части его, вот это уже осознали, нашего общества, в котором мы живем, какие-то нет. И мне кажется, на самом деле, знаете, вот у нас часто считается, что политика, это условно говоря, какой Путин будет в Кремле. Ну там добрый, злой, может быть, его фамилия вообще не Путин будет. И как бы нам надо просто посадить правильного Путина в Кремль, это будет политический процесс. Мне кажется, что политика гораздо более сложно устроена. И, например, вопрос о гендерном равенстве и как бы допустимых и приемлемых формах личных отношений, это очень сложный, очень важный политический вопрос, от которого очень сильно зависит то, как мы себе власть представляем в целом. И тот факт, что это людей настолько сильно раздражает эту тему, она как раз показывает, что именно здесь есть какой-то общественный конфликт, в котором нам всем хорошо разобраться. Тех, кого раздражают разговоры про харассмент, хорошо бы ответить на вопрос о том, почему вас это так раздражает. Меня, кстати, удивляет, что среди тех, кого это раздражает, есть и журналисты, как бы тоже либеральные, и говорящие о пункте бледей и так далее. Но в этот момент ты немножко напрягаешься. Ну, у нас есть такой один буквально человек, который занял такую позицию публичную. Ну, публично высказанная, но мы же понимаем, что эта позиция достаточно распространенная. Ну, я пытался в этой ситуации разобраться, да, почему человек, который выступает за западные ценности, может при этом считать, что когда девушки пишут о пережитом насилии, то это спецоперация ФСБ просто по дефолту. Рационального там какого-то аргумента, наверное, нету. Но, мне кажется, здесь отчасти поколенческая история, хотя я, надеюсь, не склонен к иджизму, и сам уже тоже не к самому молодому, мягко говоря, поколению отношусь. То есть отчасти просто, ну, может быть, нехватка эмпатии. То есть многим из нас тяжело себя поставить на место девушку, которую так как бы полуизнасиловал какой-то ее приятель. Или которая растерялась, да, в определенных обстоятельствах, не смогла. Ну, да, или которая какой-то, значит, либеральный журналист зажал в темном проходе в редакции и, значит, как бы ее за что-нибудь там ощупал, а потом делал вид, что это было случайное нарушение личной границы. Вот, я думаю, что, кстати, не последняя эта история в нашем сообществе в таком ключе. И нам важно сделать, нам важно, многие видят в этом какой-то там товарищеский суд и какие-то реминисценции советского опыта. Мне кажется, это все не очень важно, насколько дискуссия о харассменте похожа на товарищеский суд. Мне кажется, важно то, насколько мы готовы создавать профессиональную среду, где просто всем людям нормально работать. Молодым девушкам, там, не знаю, взрослым мужчинам, кем, кому угодно еще. Если ты работаешь в профессиональной среде, то ты, по крайней мере, вот в этой среде должен быть защищен не только от того, что тебя полицейский бьет дубинкой по голове, как это в Москве происходит на улицах, но еще и от того, что тебя редактор хватает за какую-то часть тела. Это такая же проблема, такая же политическая, и нам нужно будет сделать выводы. Меня очень сильно, кстати, интересует, как, и вопрос часто возникает уже, когда вот эта дискуссия немножко так, ну, чуть-чуть смягчается, когда уже самые острые темы проговорили, как выглядит выход здесь из этой ситуации. То есть, что должен сделать человек, чтобы его, ну, как бы, простили, поняли, и он мог дальше там, например, работать. Ну, кстати, да, вот что, черная метка и все, и дальше ты ничего не можешь делать. На этот вопрос ответ нету, судя по всему, его нету и в западном мире до сих пор, и там тоже ведется эта дискуссия, готовы ли мы прощать, и кто должен прощать, да, человек, который, ну, который не думал, например, о последствиях, да, ведь эти вот эти акции, они ведь, эти действия, да, такие неподобающие поведения, как это называется, они ведь явно совершались, ну, не для того, чтобы потом прославиться на весь мир, просто казалось, что есть профессиональная среда, где ты пишешь, там, новости, там, не знаю, там, Путин должен уйти, а есть, значит, твоя личная квартира, куда ты затаскиваешь 20-летних девушек из Твиттера, и, значит, как бы пьешь с ними, а потом занимаешься сексом, ну, забыв у них спросить об этом, да, и казалось бы, что это два совершенно, две совершенно разных вещи, никак друг с другом не связаны, а теперь они связались, да, то есть тебе сейчас труднее писать Путин, уходи, если ты сам такой комнатный Путин, ну, человек, который навязывает другому человеку свою волю, не спрашивая у него на это разрешение. А, кстати, вот эту причинно-следственную связь многие не ощущают. Конечно, да, но это, ну, для меня это проблема того, что люди, помимо проблем с эмпатией, еще, ну, простите, недостаточно образованы, потому что они совсем ничего не знают про дискуссию о роли гендеров в политике, которая с 70-х годов ведется на Западе, которая привела к тому, что, например, на Западе меньшинства сексуальные смогли защитить свои права, потому что выяснилось, что, я не знаю, что полицейский рейд на какой-нибудь гей-клуб в Нью-Йорке в 70-е годы, и там война во Вьетнаме, это вещи, хотя и не сопоставимые по числу там жертв и каких-то, ну, какого-то тяжелого насилия, разумеется, да, но это такой же, это такая же акция насилия, просто, то есть, ну, то есть, лозунг феминисток 70-х годов был очень полезно помнить, да, это лично, это политическое. Если тебя дома бьет муж, то вряд ли этот муж может быть либералом и выступать публично за все хорошее и делать это последовательно и честно. Вот этот момент у нас совсем в нашем обществе не проговорен, феминизм считается чем-то таким экзотическим и маргинальным до сих пор. Это, кстати, тоже очень интересный момент, когда люди сами в себе не понимают, что их действия и определенные действия других людей это одно и то же, то есть, говоря, что я ненавижу феминисток, а поступаю при этом совершенно точно так же. Да, и я думаю, что, на самом деле, наверное, если искать во всем происходящем в этой сфере хорошее, хотя здесь много всего и печального, и грязного, и трагического, и вот вопрос о прощении возникает очень тяжелый. Если искать хорошее, то хорошее заключается в том, что все-таки мы начали это проговаривать, мы увидели во всем этом проблему, мы понимаем, что человеческое достоинство, оно в равной степени важно в парламенте, на улице Хабаровского края или Москвы, или в запертой квартире. И нету здесь, то есть, и нельзя говорить, что вот если девушка ко мне пришла на вечеринку, то, значит, она согласна со мной на секс, даже если она в последний момент времени передумала. Нельзя ровно по тем же причинам, почему нельзя мирных демонстрантов избивать. Еще один момент, который не могу не задать, несмотря на то, что уже оскоминно набил всем этот коронавирус, но тем не менее, все-таки вторая волна не исключена всеми, включая и политиками, и врачами, и Всемирной организацией здравоохранения, об этом постоянно говорят. Так вот, вторая волна вроде как не исключена, но страны не хотят закрываться на карантин, в частности, Россию, ну просто потому что денег нет у народа, им нужно что-то есть и чем-то кормить свою семью. При этом акции протеста, при этом какие-то митинги. Что вообще дальше будет? Как вы думаете, если будет новая угроза еще одной волны, будут ли власти принимать решения о карантине, о закрытии жестких действий? Я бы сказал три. Ну, во-первых, меня очень сильно беспокоит ситуация с границами, как и многих из нас. Не потому что я хочу поехать на отдых в Турцию. Нет, у меня как раз это не сто лет. Я готов прожить без отдыха еще несколько лет. Я раньше-то не ездил на такой отдых, как отдых. Да, это скорее какие-то поездки там короткие были, вроде командировок. Но это очень сильно нас ограничивает с точки зрения социальных контактов и с точки зрения, на самом деле, безопасности. Потому что когда ты живешь... Ну, условно говоря, если бы Ивана Сафронова задерживали бы в ситуации нормальной, не в коронавирусной, то, возможно, он успел бы уехать, попить там пиво в Брюсселе неделю и разобраться, в чем его хотя бы обвиняют. Вот. И такие примеры у нас в нашем профессиональном сообществе были, когда хорошо информированные люди понимали, что им грозит политическое преследование, и успевали уезжать. Это важный, важный вот. Это вообще не вопрос про какое-то элитное потребление и роскошную жизнь в Европе и продажных журналистов. Это просто вопрос о безопасности вашей и ваших семей. Сейчас у нас с безопасностью во время коронавируса стало сильно хуже в этом вопросе. Вот. А что касается коронавирусной ситуации, мне кажется, здесь есть несколько факторов основных. Во-первых, никто закрыть второй раз Москву на карантин, мне кажется, уже не сможет. Ну, чисто по психологическим причинам, потому что люди второй раз переживать вот это не готовы. Отчасти, мне кажется, то озлобление, которое сейчас есть у людей в интернете, это может быть такая карантинная травма, потому что нас жизнь не готовила к тому, что мы проведем затворниками, значит, два месяца, не выходя на улицу. Вот. Поэтому закрывать будет очень тяжело и по экономическим причинам, и по вот таким психосоциальным. И, наверное, власти этого будут избегать. С другой стороны, мне понятно, что коронавирус будет использоваться и уже используется как аргумент о том, почему не надо протестовать и нужно сидеть дома. То есть это дополнительный аргумент для политического давления. Одна из вещей, которые подарил нам коронавирус, это фактическая криминализация одиночных пикетов. Потому что, да, вот выяснилось, что, оказывается, одиночный пикет очень нарушает изоляцию. Нарушает карантин, которого вообще нет. Ну да, военный парад не нарушает, разумеется, карантин, а одиночный пикет нарушает. И многие из наших коллег и друзей за это буквально пострадали и даже отсидели в этой арестантской тюрьме в спецприемнике. Вот. И сейчас уже вроде бы вот все уже можно, и даже кино вроде как открывается. Но одиночный пикет по-прежнему нельзя. Это будет продолжаться. Возможно, уже есть заявление из Хабаровского края о том, что там якобы мы точно не знаем, вспышка коронавируса. Вот. И связывает это с тем, что люди слишком часто выходят на улицу. Хотя, кстати, на улице по всем эпидемиологическим данным более безопасно, чем там, не знаю, в ресторане, например, да, потому что все-таки вентилируемое пространство. Вот. И если вдруг так получится, что действительно эпидемиологическая ситуация начнет ухудшаться, то мне кажется, это может создать еще более тяжелые проблемы для российских властей. Потому что во многих, мы узнали, что во многих регионах России за эту весну мы узнали, что там просто нет медицины. Ну, что просто вот люди не могут получить квалифицированную медицинскую помощь, потому что нет врачей, нет больниц, нет оборудования. Оборудование, я не знаю, может быть, кто-то куда-то и завез за это время, и дефицита масок больше нет, слава богу. Но врачей у нас в стране больше не стало. Давайте просто посмотрим на правде в глаза, да, все врачи, которые, там, большая часть врачей, которые готовы на современном уровне работать в нашей стране, они живут в Москве сейчас. И ровно по тем же причинам, почему в Москве хорошие условия для жизни, больше всего денег и так далее, больше всего платежеспособных пациентов. Это, кстати, странно. В итоге оказалось, да, что Москва оказалась чуть ли не самым безопасным местом при коронавирусе. Хотя, казалось бы, изначально все было... Да, концентрация и трафик, и все на свете. Да, совершенно верно. И, ну, все-таки, там, четыре аэропорта гражданских, да, это явно, что это было... Были даже такие шутки, что наконец-то вот там в Москве все вымрут, и как бы мы нормально в России заживем. Ну, такой черный юмор. Да, но, к сожалению, к счастью, не знаю, смотря для кого, да, выяснилось, что, к сожалению, бедные регионы, где плохая медицина гораздо сильнее, больше находятся в зоне риска. И это очень несправедливо. Я совершенно не злорадствую по этому поводу и думаю, что как раз коронавирус становится способом увидеть российские проблемы, в том числе такое неравноправие, неравенство между регионами более рельефно. Ну, тут уже стоит подумать о том, что будет ли это решаться, мне кажется, в принципе, о проблемах в российских регионах власти догадывают. Дело в том, что, понимаете, мне кажется, возвращаясь к нашей первой теме, власти знают про то, что в российских регионах есть проблемы, у них есть нормальная социология. То есть не знают масштаб? Они не могут ничего сделать. Та система, которая в стране выстроена, она предполагает сверхконцентрацию ресурсов вокруг Москвы, вокруг местных чиновников, госкомпаний. Ничего с этим сделать нельзя. Ну, то есть фактически у нас, если так какие-то завиральные проекты здесь рисовать, у нас был бы, наверное, единственный план как-то разгрузить Москву и передать куда-то ресурсы, это перенести столицу. Но это по многим причинам невозможно. Вот. И пока мы живем при нынешнем политическом режиме, Москва будет богатеть, сюда будут съезжаться все, кто умеет работать со всей страны и кто не уехал дальше. Когда граница закрыта, кстати, Москва совсем в шоколаде, потому что сюда просто все ресурсы стекаются, все, у кого есть деньги, тратят их здесь, ну и так далее. И регионы беднее эти, к сожалению. И это общая тенденция, это ужасно на самом деле. Это вот в перспективе, там об этом Наталья Зубаревич очень хорошо рассказывает, об этом в перспективе там 10-20 лет. Это будет 20-миллионный город, за которым наступает вообще просто какая-то совершенно другая жизнь. Ну, как это сейчас на самом деле уже происходит. Лично мне очень обидно, я всю жизнь почти взрослый живу в Москве, но я родился в Кемерово и в школу там ходил в Западной Сибири, соответственно. Вот и мне за и родной регион, и за другие российские регионы очень обидно, и я очень хабаровчан понимаю в этом контенте. Ну вот раз мы так закольцевали и на этом закончим, последний вопрос обещают, пущу вас, Кирилл. Пример того, что происходит сейчас в Хабаровске, это станет, собственно, для других регионов, может быть, каким-то толчком? Мы пока не знаем, мы видим, что из хабаровского опыта можно понять, что нужен какой-то конкретный парень, ну или из соображения гендерного равенства девушка. То есть нужно какой-то очень конкретный факт несправедливости, очень конкретный лозунг и желательно фигура, вокруг которого мы объединяемся. Мы не можем без лидера, да? Ну тут я не уверен, что фургал лидер, я говорю... Ну я имею в виду, ну какого-то условного лидера. Нет, скорее не лидера, а символа. Символа, да, то есть вот, ну я не знаю, если будет какая-то история про то, что там какое-то полицейское насилие, кого-то посадили опять, кому-то не дали зарегистрироваться в кандидаты, а это очень хороший и важный для нас человек на выборах, я имею в виду. Вот если такие вещи будут происходить, да, то Хабаровск будет первым в ряду. И мне кажется, они будут неизбежно происходить, потому что Россия сейчас очень плохо управляется. Мы видим это как раз на примере коронавируса. И мы видим, что, по крайней мере, часть кремлевских жителей впала в очень глубокую иллюзию, еще большую, чем у них она была раньше, о том, что они... они любимы страной, что обнуление было великим триумфом. Силовики пошли на охоту после этого, и ситуация крайне взрывоопасна. Я даже, если честно, не знаю в этом смысле, что здесь можно... ну то есть чему здесь... что здесь надо прогнозировать и чему здесь надо радоваться, потому что, на самом деле, серьезной дестабилизации в стране на самом деле никто не хочет. Ну, как бы всегда, вот повестка там, ну там, не знаю, людей, с которыми я общаюсь, заключалась в том, что просто надо договариваться, что там, не знаю, давайте... вот никому не нравится нечестный выбор, давайте проводить честные выборы, потом народ кого-нибудь изберет, мы посмотрим, кто это был, и будем договариваться, да, ну вот со всеми сторонами этого конфликта. Хабаровский сценарий, это сценарий сейчас еще не дестабилизирующий, но если будет таких регионов 10, например, на карте, мы уже окажемся в другой стране, и, ну, высокие риски, ситуация непредсказуемая, и я уверен, это последний мой тезис, я уверен, что искать причину этих конфликтов нужно не в среде каких-то там подстрекателей Майдана, а в Кремле. Это Кремль годами относился к людям, и в 2020 году это показал самым явным образом, что люди ничего не значат, их мнение можно игнорировать, им можно врать на федеральных каналах за наши же деньги, о том, как все устроено, и кто там, не знаю, сбил малазийский Боинг, и по всем остальным вопросам, да, и люди все это съедят, стерпят, потому что вот такие они, с точки зрения Кремля, такие необразованные, жалкие, ничтожные людишки, да, и вот эта позиция кремлевская, она приводит потому что сейчас страна стоит на грани огромной, огромного социального конфликта. Спасибо огромное, Кирилл Мартынов, в гостях у подкаста «Мы делаем новости» проекта «Растрига», редактор отдела политики «Новой газеты», политолог, философ Кирилл, спасибо огромное. Спасибо. Подкаст «Мы делаем новости» проекта «Растрига».